Ребят, всем здорова! Всем привет! Ребят, вот пришел на работу. Слушаем. А у нас как Вебаста работает, ребят! Вчера включил Вебасту, потому что у нас наступили холода. Минус где-то ночью минус 15, минус 17. Ребят, просто жопа. Вот Вебасту включил и работает. Все окей. Машинка прогревается. Отлично, отлично, отлично. Все. Как всегда, друзья, всем приветики. Едем, смотрим. Работает Вебаста, ребят. Слышите как? Вообще настроил я Вебасту, да? Привет, друзья, привет. Сейчас заведу, короче. Грузик заведу, грузик заведу. Посмотрим, как он у нас заведется, когда Вебаста работает. Вчера заводил с трудом. Пришел. И где-то, не соврать вам, наверное, с третьего раза только завел. Представляете? Вообще, просто жесть. Просто жесть. Очень долго. Завел она, бум, заглохла. Завел, бум, заглохла. А тут же, видите, электронная педаль. Газу не добавишь. Ни хрена не добавишь газу. Так что, как-то так. Видите? Да, когда пригревается машинка Вебастой, это хорошо. Это просто отлично. Друзья, ну все, короче. Я уже съездил в офис, сделал одну отправочку. Одну отгрузочку здесь сделал в 71 микрорайоне. Все как всегда. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И все. Сегодня просто холодно у нас. Ребят, холодно у нас. Так. С чего начать? С чего начать? Ну, погода, да. Погода у нас просто холодно. Сегодня даже, ой, вчера даже включил Вебасту. Работает. Все отлично. Завели машинку и поехали, поехали, поехали. Заявок не очень много. Ну, так. Средненько, короче. Средненько. Не очень. Ну, у нас сегодня, ребят, Черемушки и Калина Мол. Ну, это как всегда. Можно зависнуть там. Там по одной, по две коробочки. Но ничего не поделать. Работать надо. Будем, будем, будем. Так. Что еще хотел вам сказать? Что я вам хотел сказать? А что я хотел сказать вам? Вчера, ребят, я вам ничего не записывал. Так что, сорян. Вчера не было. Просто не поверите. До сих пор достаточно осталось. Голова гудит. Что-то немножко, вот даже на уколах. Я немножко сделал уколы. Вроде все окей, все нормально. Но что-то немножко у меня, не знаю, голова шумит. Просто шумит голова. Не знаю, почему, короче. Вот такие вот пироги. И как бы я вчера в Уссури съездил. Ну, не больной. Ну, знаете, просто даже настроя никакого нет. Не общаться, не разговаривать, ничего. Так что, ребят, я все равно рад вас с вами пообщаться, поговорить. Как говорится, все нормально. Все окей. Что вчера? Даже вчера, ребят, я даже Владимира Владимировича вчера не смотрел и не слушал. Сегодня он по радио. Целый день будет у нас говорить, 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 говорить. Все объяснять, что у нас все хорошо, все прекрасно. Я так, новости слушал. Там его пресс-конференцию немножко озвучили. Ну, все как всегда, все как всегда. Но я его не слушал. И я его не слушал. Так, тут какая-то авария. Опа, учебник что-то с кем-то столкнулся. Так. Мы сейчас на Котельниково, на третью рабочую, потом на Народный проспект, а потом, ребят, поедем в Котельниково и в Черемушки поедем, съездим. У меня там еще две отправки, но посмотрим по времени, как будет. Если будет все окей, то будет все окей. Да, друзья, началась пятница, да? Пробки начались. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, друзья, я приехал в офис забирать документы, а нам дали подарки, представляете? Подарочки выдали. Скажите, потом посмотрите. Так что я тут найду свой подарок и вам покажу, если не забуду. Так что нас поздравили уже. С Новым Годом. Вот так вот. Здравствуй, жопа, Новый Год. Ха-ха-ха. Так, мы Силкинскую отгрузили, короче. Да, отгрузили потом. Сейчас мы в транспортное отгрузим и поедем, ребят, с вами на Калинино. Калину Мол. У нас одна коробка. И на Черемуховой у нас две коробочки. Посмотрим, как нас там примут. Быстро, не быстро. У меня еще друзья там собирают на складе две отправки. Ну, не знаю, успеем, не успеем. Сегодня все-таки пятница. Как получится, как получится, так получится. Так, друзья, что я смотрел вчера? Вчера я посмотрел вот горняков шахтеров в Кемерово. Что они, бедолаги, там уже голодают. Им выдали уже карточки на хлеб, на сахар, на соль. Обалдеть. Но елочку поставили хорошую. Да, елку поставили, конечно, зачетную. Красивую, да. Будут горняки ходить и смотреть на нее. И любоваться. Ой, как красивая у нас елка. Какая красивая. Ой-ой-ой. Нам выдали на елку 35 миллионов рублей. Так что мы ее потом посмотрим. Я тут проезжал же в четверг, ой, в четверг, в среду, да, в среду мы посмотрели, что ее еще не украшивали. А по радио перейдут все, все, иллюминацию делаем, все, все идет, все идет по плану. Так что, я думаю, все сделают. Как-то так. Блин, ну вот это пятница. Вот это пятница. Ее парасоте. Так, ребят, я сейчас в раздумьях. Куда мне лучше поехать? Или к Алину, мол, поехать? Или поехать на черемушки? Ну, блин. Как бы мне не окараться. Тут надо угадать. Тут повезет или не повезет? Вот такие вот пироги. Можно и там зависнуть, и там зависнуть. Да. Ребята, вы куда едете? Вы куда все едете? Ее бонзина. Ой, ой, ой. Опа. Так, 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 так. Как же лучше сделать? А как же лучше сделать? Я даже вот не знаю. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Эх, природа-природа. Погода-погода, ребят. ТС-2 дымит вовсю. Вовсю. Жгет. Мазут. Военные кораблики стоят. Чего-то не могу я сообразить, ребят. Куда мне лучше стартануть-то, а? Ладно, заеду я здесь тогда поблизости на Калину, на Черемушке. Тут две коробочки. Может, они нас примут быстренько. А то бывает на Калинину, мол, подъезжаешь, они говорят, по времени. А по времени у нас в 4 часа. Да. Ну и здесь могу задержать. Опа. Ну вот, ребят, я уже добрался до Калинина, до Гарды, короче. У меня здесь две коробочки. Передо мной вот заехало два грузовичка, но они, думаю, быстренько разбудятся. И все, у меня всего две коробочки. Бам-бам-бам, все сделаем. Друзья, нас поздравили с Новым Годом. Я вам покажу, какой подарок мне подарила контора. Опа. Опанька. Видали? Какой. Коробочка такую, видите, с Новым Годом, друзья, с Новым Годом. Вот так вот. Конфетики, наверное, там дома потом посмотрю. Ну и коробочка потом пригодится. Коробочка такая зачетная, четкая вообще. Вот так вот, друзья. Так что, вот такие пироги. Так что мы ждем, отгрузимся потом на Калинину, мол. Там тоже одна коробочка, и все будет окей, друзья. Вот такие дела. Там мы тоже быстренько бам, и все. Так. Так. Ну поехали там, елки-моталки. Давайте, ребят, поехали. Что делать-то? Ну что там? Что за сопли? Что за сопли? Никого нет. Да, продержали меня тут. Блин, как меня так дать? Я и раньше туда ездить не любил. И мы потом туда давно не ездили. Я думаю, ну все, слава богу, мы от них отвязались. А от этих черемушек, думаю, больше туда ездить не будем. Нет, послали с двумя коробками, понимаете, все. Полдня потеряли. Блин, меня-то просто кумарит. Супра, грузинский ресторан. Да, ребят, да-да-да. Конечно, мать, не есть хорошо, но ничего не поделать. Черемуховая, Калинина. Нам на Калинина. Нам надо Калину молот везти. Одну коробку, друзья, тоже посмотрим, как нас там будут отправлять. Как нас там будут отправлять. Давай, Рашик. Рашик, потом Рактис. Будь он не ладен. Рактис. Рактис, Рактис. Ну тут вроде пусто. Вроде более-менее. Ой, одной рукой неудобно, друзья. Ну ладно. У меня и кофе нету, и сигареты закончились. Ее-па-расоте, короче. Ай. Время уже без 15.05. Блин, а там еще у меня две заявочки. Сергей звонит и говорит, а их можно успеть? Я говорю, Сергей, как я успею? Мне надо съездить на склад, загрузиться. Я до склада, говорю, доеду только, наверное, в седьмом часу, не раньше. Говорю, ты представь. Говорю, не, никак не получится. Он говорит, ну да. Я говорю, если бы они у меня были бы в кабине, то другой вопрос. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так-так-так. Магазин, продукты. Давайте в него зайдем, я хоть сигарет возьму, ребят, и попить что-нибудь. А то вообще ни попить, ни поесть, ничего нету, короче. Не, ребят, меня здесь долго не продержали. 15 минут и все. 15 минут. И нормалек. Так, а сейчас как нам поехать, ребят? Как нам поехать сейчас? Просто даже не знаю. Везде задница. Везде задница. Везде задница, как говорится. Да. Ну ладно, что теперь? Поедем через Луговую, друзья. Давно там не ездили. Мы, конечно, там тоже попадем в пробочку. А тут смотрите, что стоит. Все стоит, даже на Калининах. На мосту тоже все стоят. Так что, что там стоять, что тут стоять. Без разницы. Время уже 23 минуты шестого. Охренеть. Да. Я что еще хотел сказать? Я про магазин-то, который я заходил, сейчас покупал сигареты. Захожу. Говорю, девочки, у вас, говорит, Ротмасс Ройл есть синий? Они говорят, нет. Только, говорит, Винстон голубой. Я говорю, ну дайте, Винстон голубой. Они говорят, даёт. Я говорю, а кофе есть у вас какой-нибудь в баночках? Она говорит, есть, только голубой. Я говорю, девочки, у вас все тут голубое. Они как угорели, короче. Я говорю, пора уже магазин переименовать. Голубое. магазин голубой они как давай ржать там все голубое да что здесь мы будем сейчас долго и упорно стоять что там бы стояли упорно тут бесполезно бесполезно куда-то такие дела друзья сейчас будем ехать и будем общаться друзья с вами я потому видео вам не давал ответы уже подзабыл конечно в этом не писали спасибо большое что смотрите подписывайтесь друзья всех благодарю души на моем канале как всегда всем самое главное это здоровье друзья самое главное здоровье там не подписчик написал я про небоскреб говорил написал я запомнил пацаны не парьтесь москвичи все скупили у нас денег куры не клюют да а кто еще будет покупать только москвичи у кого деньги есть там да там ценник там ценник были ну просто наверное космический я так думаю по-любому у нас вообще цены на недвижимость космические а представьте в таком небоскребе просто жесть нам но это надо кажется что все так дорого 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 а как у нас пословица в этом году была цены то нормальная это зарплата у вас маленькая молодой человек мужчина мужчина молодой человек не фига ты игорек себя умею минусовал сразу лет тридцать молодой человек вот такие вот дела друзья ночью теперь были на х3 у нас вот такая же машинка у наташи у нас которая в офисе работает не такая же машинка а где-то же я заходил смотрел они у нас леворукие продаются в автосалоне я уже не помню какая цена но не но не дешевые не дешевая они стоят они не дешевая ну может люди могут себе позволить такой автомобильчик почему бы и нет так че еще ребята там не писали а не там девушка написала я про море говорил что море у нас не очень не скажем так чистая и опрятная но мне написали говорят ну вы были на шамаре говорит ездили говорит ну да когда попадешь бывает попадешь наверное море хорошая вот был попал море грязное было и вообще такая не очень мне сам пляж не нравится про море ладно море там всегда если идет шторм если идет волна там там грязное море это понятно это всегда так а я про сам про про сам пляж да там песочек вопросов нет но как-то он неуютно я там себя чувствует неуютно вот в этом на всем поле или я уже отвык от такой суеты там вот это вот суета вот народу прилечь негде вот это все лежат что-то там галдят орут короче кто-то позвонил мне непонятный кто-то непонятно это что девочка сломалась там авария так и ну вернемся к нашим баранами по поводу морем до моря видим есть у нас места где просто замечательно где можно покупаться чистое это надо искать надо смотреть где это я уже скажем так времени у меня просто не позволяет времени куда-то ехать где-то посмотреть где-то определиться чтобы там найти место где-то хорошее приятное а так места есть конечно кому-то и самара нравится мне нет мне не по душе я не очень люблю вообще никак я нахожу себе место где мне поближе и поуютнее да понятно что где-то не очень чистая но можно было сделать и получше не в этом на мой взгляд я не говорю что я прав может я и не прав ребят а вот девушка там не звонила в этот и мой город я его люблю ездили на шамару с детьми купались отдыхали ребят согласен согласен я может быть и не прав каждого свое вкус и свои как говорится предпочтение кто что любит то что любит тому то и нравится я согласен но я про то что можно конечно сделать было и лучше ну не получается не получается что теперь что теперь сделать нам что не сделай все равно хреново я же говорил ребят нам что не сделай нам все хреново мы же русские мы же русские ребят и панс японский городовой как так так на луговой на луговой на луговой тоже задница да да сейчас задница везде час все едут по домам по хатам завтра выходной послезавтра выходной потом что у нас еще ребят не последняя будет рабочая неделя я по радиус слышал владимиру владимировичу задавала задавали вопрос а может сделать 31 число выходным тогда вам будут сильно сильно благодарны но что-то он сказал там типа что это надо все продумать просчитать чтобы кому-то было это не в него не во вред так что может быть там и сделаю 31 декабря выходной день официально посмотрим с другой стороны в принципе эти мы думаем по-своему они думают по-своему тут вот в чем логика это в чем что люди думают по-другому кому-то видите 31 число как нам нам бы лучше отдохнуть а у них экономическая составляющая видите чтобы не было во вред ни предприятиям ни фабрикам ни заводам и тому подобное так что тут спорить не нужно тут надо решать да да что-то вас ребята много к новому году приехала ты чё это си 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 меня обгоняешь постоянно си 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 ее бонзи так если через центр от через центр тоже там я имею ввиду там можно было через третью рабочую но там тоже стрянешь лучше уже тогда через боляева ехать как едем так едем сейчас куда ни круто не везде попадешь в пробку так что едем смотрим друзья все ребята тут выбрался нормально короче а тут по путепроводу и ближе к столетию вроде двигается все двигается я поехал к очень не через тещин язык там все все стоит а я поехал короче через третью рабочую на народный проспект и бам-бам-бам выскочил короче здесь более-менее нормально он даже время без четырех минут шесть а я еду отлично отлично я еще не все там ребята звонили ведь игорь подарки то у тебя игры у меня мы тебя ждем мы тебя ждем с подарками у меня в подарки здесь лежат друзьям блин ну как я без подарков то оставлю я лечу волосики назад все тороплюсь все на игоре держится все держится на игоре николаевич и и по рст и надо пацанам привести конечно то как я там посмотрел ребят открыл там короче просто конфитосы в этой коробочке что я вам показывал там просто конфитосы лежат ну такие среднего пошива наши приморского приморский кондитера наш приморский кондитер неплохой птичьего молока конечно нету но все равно конфетки там более-менее нормальные нормальные так что вот такие дела я еще мне надо зайти супруга просила зайти купить короче ребят кофе зерновой кофе так что на обратном пути ой на обратном пути говорю пойду домой короче зайдем может быть с вами посмотрим сколько стоит кофе если конечно магазинчик открытый так что вот такие дела ребят мы как всегда едем смотрим привет друзья все приехал на склад никого нету всего никого нету не дождались не дождались не дождались но время 20 минут я уже переоделся короче они ребята были короче и все им отдал подарки все побежали они а мы сейчас ходим посмотрим ребят кофе есть нет надо кофе купить супруга сказала кофе нету так что как всегда так чего у нас видите на понедельник какие по лета надо вести один по лет второй три по лета короче на понедельник вот такие дела газин кофе беру ребят я посмотрим крема работать не работает не работает они а до 7 должны работать кофе 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 не вот арабику мы у вас брали как-то кремиум одну дайте пожалуйста да вот это время кремиум да так и крема еще было у вас есть это не вижу спасибо вам еще и карагуа и карагуа самый вкусный кофе до считается не да а какое мне почему-то говорят что никарага вот вьетнамский вроде как бы не не очень а вот и от никара вкус до стоят согласен с вами с вами согласен на курса сейчас секундочку бразильский камерунский низкий индонезия в индонезии даже подороже стоит я смотрю дело не в цене да дело в вкусе согласен хорошо ну все ребят купил я кофейку вот такие дела то что видите на любой вкус есть кофе я бы не сказал что дешевый но и не сильно дорогой но есть конечно еще и дороже он нам такой сойдет так что такие дела ребята мы все идем домой ждем автобуса и полетели полетели так что впереди два выходных так что если что-то куда-то выйду что-то то покажу обязательно посмотрим что нибудь может магазинчик заскочу посмотрим как дела а то у меня дома как говорится суеты много сами знаете ремонт есть ремонт там нужно сделать тут у нас сделать все оттаскать сегодня час приду вечерком супруга говорит на тут сделать тут сделать там подтянуть тут подкрутить там помыть там оттащить его чем ты как всегда ребят так что всем давайте ребят всем пока пока